Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Наггетсы, деревенская картошка и чизбургер. Здесь 20 штук. Вот, у меня есть доказательство, что здесь 20 штук. Как я удержалась, я прям, не знаю, всю дорогу прям нюхала этот пакет. Вот почему у Макдональдса нету доставки, а? Обожаю наггетсы. Они горячие. Ой-ой-ой. Я спросила у вас в Инстаграме, какое видео снять. Макдональдс или пицца? И большинство проголосовало за Макдональдс. Я, если честно, очень обрадовалась, потому что я тоже хотела Макдональдс. Хотя бы в неделю один раз я должна это кушать. Вот все говорят, почему ты кушаешь так много вредной еды. А я смотрю других блогеров, истории. Они каждый день в Макдональдсе питаются. Я сразу думаю, ничего. Я в неделю всего один раз. Обложку опять забыла сделать. Сейчас сделаю. Еще сегодня я, кстати, должна встретиться с девочкой, с моей подписчицей. Которой я как раз таки отдам своей сумочке. Если вы не видели мой влог, вы, наверное, не понимаете, о чем идет речь. Я сделала зачистку у себя. Решила отдать три сумочки. Снимала это все на видео. Выложила в Инстаграм. И первые, кто написал, тому и отдала. Вернее, мне написали три девочки почти одновременно. Написала всем троим, где вы живете. Одна живет в России. А две другие жили в Баку. Но одна из них быстрее всех ответила. Поэтому я и этом. Вот у меня есть идея сделать такую же зачистку и в косметике. И тоже предложить кому-то в Инстаграме. Раньше мне всегда как-то было стыдно отдавать какие-то свои старые вещи. Но в видео, где я выбрасываю свою коллекцию косметики, там было очень много отзывов на тему того, что как ты это все можешь выбросить, лучше отдай нам. Я подумала, почему бы нет, если кому-то нужны эти вещи, мне лично не нужны. Чем я буду выбрасывать, лучше я кому-то отдам. Я шипоголик просто. Иногда я покупаю абсолютно ненужные вещи. У меня был белый пиджак. Когда я его купила и пришла домой, мама мне сказала, Айка, ты это носить не будешь. Я знаю твой характер, ты больше носишь какие-то спортивные вещи. Моя мама сразу предложила либо поменять его, либо вернуть, либо кому-то сразу отдать, пока он в хорошем состоянии. Что сделала я? Я сказала, нет, я буду носить. Я оставила у себя в шкафу. Потом я его не носила, не носила и решила положить под кровать. А там, оказывается, было не очень чисто. И, в общем, он такой теперь стал в пятнах. Хотя ни разу я его не носила. И, по идее, жалко отданные деньги. Правда, недорогой был, но новый. Знаете, проблема в том, что обидно, что ни разу его не носила. Могла бы кому-то отдать, а нет. У меня у некоторых подруг вообще вещи лежат годами, и они в отличном состоянии, ничего с ним не происходит. Я не знаю, почему у меня так. У меня обязательно что-то да произойдет. У меня даже две сумки лежали друг на дружке в шкафу. Ну, что с ним может произойти? Видите, одна была белая, другая была темно-синяя. И так получилось, что темно-синий цвет попал на белый. В общем, темная сумка испачкала светлую. Я не поняла, как это произошло. Но в результате пришлось их выкинуть. Так что обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. А если вам вообще интересна такая тематика. Просто смотрю на свою косметику. Там столько одинакового цвета помад. Например, розовый. Я вообще розовыми помадами не пользуюсь. Но по идее есть люди, которые пользуются. Правильно? Так, от NYX классная помада розового цвета. Вообще не пользуюсь. Очень вкусно. Это мой завтрак. В общем, 20 наггетсов стоило 10 монат 50 копеек. Еще плюс в подарок шло 3 соуса. Не знаю, мне почему-то кажется, что в России Макдональдс стоит дешевле. Вот сколько у вас стоит Макдональдс? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вроде Макдональдс считается место, где все очень дешево, по идее. Но если зайти в обычные рестораны где-то в Азербайджане. И в Макдональдс получается, что почти одинаковые цены. Ну, я просто посеяла. Это просто наркотики. Следующий соус. Иди ко мне. Где-то здесь. Давайте кисло-сладкий. Когда мороженое... Ой, что я говорю. Когда йогурт всегда вот так открываю, я обязательно должна облизать в эту штуку. А в данном случае не будем. Не будем. Сначала хотел 50 наггетсов съесть. А потом подумала, зачем. Вчера с мамой готовили сладости. Всего из трех компонентов получились такие классные зефирки. Завтра выложу Найкук. Все готово. Просто не смонтировала. Давайте с одной тоже откроем. Мне чего-то не хватает. Самый любимый соус. Конечно же, сырный. Пошла в Макдональдс. Сколько народу там, господи. Утром, представляете? Прям очередь. Встретила там свою подписчицу. Блин, так приятно вас встречать. Почему-то очень часто я встречаю. Знаете, наверное, это с чем связано? Вот я сейчас смотрю, мне кажется, другие блогеры с такой же аудиторией. Так часто не встречают своих подписчиков, как мы, например, в Баку. Почему я могу объяснить? В Баку вообще ютуберство, блогерство, это как-то не развито. То есть здесь очень мало блогеров. И они уже запомнили их. Например, как раньше в России было, например, 5-6 блогеров. И все их знали. Так как половина моей аудитории из Азербайджана, это, считайте, 25 тысяч человек, и почти 70% из них живут в Баку, следовательно, логично, что они меня встречают. Знаете, один комментарий заставил меня задуматься. Одна девочка написала, что вот ты говоришь, что часто встречаешь своих подписчиков, правильно? А ты представь, сколько людей, может быть, тебя узнают, а не подходят к тебе. Я сейчас реально думаю, на самом деле, надо, когда из дома выхожу, как-то краситься, приводить себя в порядок. Может быть, меня узнают, просто не подходят ко мне. Я знаю, внешность это не самое главное, но, поверьте, мне как-то неприятно, если человек меня увидит в жизни и подумает, ой, на фотках она такая в жизни, какой ужас, да? Вот сегодня я встречаюсь со своей подписчицей, я сделаю такой марафет, как будто на свидание иду. Очень милая девушка. Мне реально очень интересно увидеть ее в жизни. Вообще, мне кажется, мои подписчики это самые такие культурные, не знаю, сдержанные. Я просто встречаю их, например, где-то на улице, где-то в Моллах, очень часто в Моллах встречаю. Или в Макдональдсе. Все, как и я, любят Макдональдс. Я столько села и даже не выпила водички, представляете? Рекорд, достижение! Знаете, как обидно бывает? Я сняла мукбанг, встала, походила 5 минут, сажусь обратно, и обратно начинаю кушать. Я думаю, блин, я же могла это все съесть и на камеру. Вот почему так, а? Макдональдс. Водичка где-то. Я не стала брать колу, потому что по дороге она уже теряет все свои свойства, пока я доеду до дома. Поэтому я решила просто обойтись водой. Продолжаем. Всегда брала колу и шла домой, но это была просто подслащённая вода. Сырный соус это просто one love. Сырный соус, я еще не знаю. выложить 12 сейчас уже время пол первым а все почему потому что я проспала и должна была встать 7 где мне всегда так знаете зимой мне очень хочется спать и мне очень много хочется кушать лет у меня вообще аппетита не бывает сейчас меня все засмеют кажется лет это снимала мукбанг ела как взрослый мужик как это аппетита не было поверьте мне зимой я могу сесть и два раза больше на камере сейчас мигает зарядка сейчас она сядет наверное я пришла домой со всеми этими пакетами сажусь снимать видео тут смотрю на камень эту зарядки но я думаю сейчас поставлю на зарядку это все остынет и будет абсолютно невкусно вот сейчас на ней сядет зарядка я начну снимать через где-то час и вы скажете ты же это не все вместе съела логично даже не знаю стоит ли в таких случаях продолжать снимать через час или попрощаться на этом можно зайти в прямой эфир и там покушать в общем на этом все я очень надеюсь что это видео вам понравилось если это было так то обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал может для вас это мелочь на меня безумно приятно и вы все очень очень сильно люблю всем пока подписывайтесь на мой канал